здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала сегодня я хочу показать вам сделать обзор дома моих родителей room tour отчего дома отчий дом ну так такое громкое слово да где ты родился где ты всю жизнь прожил с родителями потом ты выпорхнула и вылетела из родительского гнезда да как-то так громко я в этом доме прожила четыре года то есть всю свою юность мы сюда же переехали с оренбургской области почему потому что это было время еще ссср это был восемьдесят третий год 1983 год и здесь развивалась очень хорошо производства птицефабрика свинокомплекс и работникам птицефабрики свинокомплекса строились пятиэтажные дома для них и выдавались бесплатно квартиры и вот тетя здесь уже жила по распределению с института сестра мамы она позвала сюда когда она когда мы сюда приехали квартира не досталось там блатные пороздали но моим родителям разрешили построить коттедж одним из первых строила конечно же птицефабрика и я вспоминаю вот эти вот четыре года которые здесь прожила потому что был первый такой дом в котором есть и ванная и туалет то есть коттедж со всеми удобствами раньше где мы жили такого не было в таких домах мы ну обычный дом туалет на улице и купаться в баре до 1 неделю в общественную это было так в оренбургской области тоже мы жили не самом оренбурге а в районном центре и под приходить что я спала в зале брат спал в комнате у себя там потому что уже такие большенькие мужа были до в одной комнате не могли спать а больше площадью дом не разрешали строить ну вот так вот и и мне очень нравилось вид в мае в начале июня когда приходишь с дискотеки или там с гулянок с подружками с прогулок до вечером ложись и открывал все время форточку а речка рядом она 50 метров от маминого дома и слушала слава засыпала под соловьев это вот это я все никогда не забуду вот это вот пение свежий воздух от реки запах цветущих садов общем это всегда будет в моей памяти я вот решила сделать обзор родительского дома я потом позже объясню что меня на это натолкнул конечно папу папу меня уже нет он умер теплые воспоминания о папе всегда живут у меня в мыслях во мне живут до родители никогда не умирают у нас да они всегда с нами мама слава богу здорово живой дай бог вам дольше жила ну что долго говорить пойдемте на улице снимать не буду его снаружи почему по одной простой причине сегодня очень жуткий холодный ветер и будет задувать а я хочу все-таки комментировать не хочу убирать звук может быть когда-нибудь снаружи я его тоже сниму для вас ну все пойдемте начнем с самого входа ну вот во дворе стоит летняя кухня с гаражом вместе пойдемте в дом такое крылечко со скамеечкой на этой скамеечке любил сидеть мой брат кот феликс первый зашел тыквы огромные злодиолусы уже выкопаны диванчик такой коридорчик здесь погреб находится такая кладовка с ненужными вещами но иногда которыми пользуются он там погреб ну что ты орешь что ты орешь феликс идем дом здесь тоже такая прихожка раздевалка зеркалом привет всем налево кухня и все самое обычное они тут с кошкой вдвоем ничего особенного есть хотите что ли сейчас покормлю потерпите вот кухня сумка моя стоит на столе направо идет ванная с гладильной доской в общем все как у всех все обычно стиральная машинка что изменилось поменяли котел повесили газовый электрический такой батареи поменяли сушилка идем дальше опять вот такой маленький коридорчик и налево у нас зал большая такая комната ничего не изменилось абсолютно все вот как было так и есть вот эта стенка старая которую ману даваю выбросим что ли новую купишь нет она говорит не научить вместительное ничего я менять не буду пусть все стоит как обычно вот среднестатистических таких вот коттеджах цветы маме них разводит все украшает букетик здесь телевизор стоял на телевизор сейчас забрали дальше идем направо эта комната максима здесь живет когда когда не учился учился в школе сейчас приезжает только на выходные тоже шкаф от стенки на знаете помните такие были но кстати тоже они мне нравится не очень вместительные сейчас таких уже и нет полочка его это его старый стол за которым он учился в школе здесь компьютерный столик стоит календарь без календаря он не может у нас одна спальня здесь кладовая вот здесь кладовая но я и показать не буду потому что там света нет лампочка перегорелся раньше есть другая спальня комнаты такая с фотообоями еще знаете модно было до лить фотообои но кстати и сейчас тоже это возвращается но чуть-чуть и в другом таком оформлении помните вот такие были люстры или как и как они назывались на спорту мамонт висит окно вот этот вот старый тоже шифонер тоже нас не можешь никак расстаться потому что он очень вместительный вот эта чеканка я помню с детства вообще от на все время со всеми переездами на переезжает вот такой рум-тур по дому моей мамы что я еще хотел сказать да прородительский дом ну родительский дом он всегда остается для всех родительским домом правда ведь и спасибо что мам у меня жива и долгих лет ей жизни есть куда прийти есть кому поплакаться иногда да она всегда поймет и пожалеет я сейчас сняла это все запечатлела и мне как-то знаете легче стало думаю пусть будет в памяти потому что я слышу мама поговаривает хочет продавать его купать квартиру переезжать год мне такой большой дом не нужен одной или какой-нибудь поменьше вот я поэтому решила снять пока не продала здесь повторяюсь прошла моя юность самые беззаботные дни моей жизни годы вернее но с 14 лет 18 в 17 с 13 лет наверное 17 лет я уже поступила в институт уехала приезжала раз в две недели и было все так всегда уютно спишь утром папа начинает будить цвета вставай оставать-то неохота потому что вечером прогуляешься с друзьями с подругами тонн дискотеку то просто погуляешь света вставай пришел он пришел за тобой то есть вставай у него был какой-то к выдушевленный предмет и это всеми шутил если это было где-то в такие период когда была клубника малина там яблоки да он все время с утра мне подносил говорил дочка вставай я тебе уже нарвал клубнички принес яблочко в общем таки мне добрых впечатлений воспоминания папе ну наверное всех тогда родителей родители очень хорошие они меня любили любом любит папа любили скажу так и любят неважно умер он у меня или не умер всегда в моей памяти близкие всегда остаются в нашей памяти и вот сегодня мне приснился брат я просто хочу с вами поделиться приснился мне брат во сне и ну какая фигня снилась а потом я четко помню он сел ко мне обнял меня я бы сережка как хорошо как хорошо что ты живой как хорошо что ты вернулся и вот это был первый сон когда я не знала во сне что он умер так он снился мне раньше что его нет вижу его во сне знаю что он умер да а тут я вот не помню не знаю что он умер как будто банку откуда-то приехал и вот такой обнял меня я к нему прижался чувствую такое тепло тепло от него он ни слова мне не сказал ни слова мне не говорил но я чувствовал такое тепло подумала так наверное нужно помянуть потому что что-то часто он мне стал снится каждую неделю практически вот хотел вам с вами этим поделиться и вот этот вот этот сон меня навел на эту мысль показать отчий дом где мы жили счастливо вчетвером беззаботно с братом конечно сдавали друг друга он был шкодный такой и непослушным мальчиком да но хорошим все равно с не всегда можно было договориться но на этом я закончу такое свою свое такое воспоминание я сделала что хотела я сняла дом своих родителей теперь у меня будет видео будет память даже если он продастся и здесь будут жить чужие люди все если вам было интересно со мной ставьте лайки комментируйте кто впервые меня смотрел подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик обязательно вон там внизу серенький чтобы получать от меня новые уведомления моих новых видео и еще не забывайте подписываться на мой инстаграм где я тоже выкладываю некоторые интересные моменты все с вами была ваша света всего вам хорошего доброго чтобы подольше жили ваши родители пока мои хорошие не забывайте подписываться на мой инстаграм